у нас как будто что-то со стартером вот с этой частью и сейчас мы будем ее разбирать чтобы было понятно вот сейчас будем заводить и увидим что у нас и как и видим что у нас вот эта цепь болтается итак как снять с квадроцикла двигатель альфа 110 как снять генератор в общем смотрите самое важное когда вот эта вот штучка стоит здесь вот она стоит вот тут самое важное по ней не стучать потому что в ней находится магнит и можно все поломать а стоит она не дешево если она можно слегка постучать вот по вот этой части слегка если не слазит лучше не дергаться купить приспособу приспособу выглядит вот таким вот образом вот оно приспособи вот так вот она накручивается вот так накручиваются и потом вот так вот это затягивается и маховик генератор снимается в чем еще нюанс когда снимите вот здесь вот есть вот такие вот втулочки обязательно их не потеряйте у меня уже вылетела какой здесь нюанс мы меняем цепь как снимается вот это вот звездочка очень просто раздвигаются вот этого штучка плоскогубцами и выдергивается вот эта звезда все звезду убираю сторонку обратить внимание нужно вот здесь вот успокоитель находится вот в этой вот части вот они один находится здесь другой находится вот здесь вот так они стоят и я купил новый ну сравнил на самом деле вот новый ну износа нет я буду стоять старые то оставлю про запас что касается их следующий момент чтобы поставить новую звезду нам нужно снять вот эту вот звездочку вот эту звездочку чтоб ее снять нужно открутить вот этот болтик на самом деле он сыромятина и резьба в нем очень убитая в общем я вот крутил крокодила все потом тихонечко снимается снимается звездочка еще вот здесь находится шпонка шпоночка которая не потеряйте вот этот шпонку вот она когда сравниваете новую старую цепь вот по идее он сравнил длина одинаково но если присмотреться вот здесь ролики и вот здесь вот ролики разница но визуально видно то что вот на изношенной цепи ролики уже износились на новая не хороший цепь и так стартер у меня трещал я нашел в чем причина вот так смотрите берем ручку нам нужно вот такие вот пружинки вот такие вот пружинки вот она одна целая другая он здесь вы видите залипла вот из этого они не толкали вот эти вот вещи вот таким вот образом не толкали берем пружину режем ее на пополам вставляем ее вот в это отверстие ставим толкатель он так вот туда его на самом деле стоит помучиться немножко так толкатель ст на самом деле это просто но поставить можно и ставим цилиндр вот у нас должно быть вот таким вот образом должна не упираться все работает эти пружинки которые были внутри вот они вот так вот выглядят все не вышли негодность и не толкали то есть можно взять это обычно шариковые ручки пружинку все вот вот так вот 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 цепляет так в общем если у вас трещит стартер не заводится происходит треск это не значит еще не значит то что это замена цепи в общем когда вы снимаете вот этот маховик этот магнит если у вас вылезть цилиндрики все значит пружинки которые вот там внутри они вот так вот выглядят это одна из другая вообще была сломанная загнутая не просто пришли в негодность можно как обойтись шариковой ручкой пружинка режется на две части примерно насколько где-то это 16 миллиметров загоняется туда вовнутрь и все работает в общем вот так вот очень все должно быть вот так то есть трясешь ничего не выпадают цилиндрики все поджаты ехали как производится как удобнее производить сборку мотора ставим шпоночку аккуратненько не забываем молоточками и постучали все чуть-чуть даже и все шпоночка готова теперь одеваем цепь одеваем цепи ставим ее сюда так будет удобнее потому что без этого у вас вот эти цилиндрики будут выпадывать смазывать их на солидол ни в коем случае нельзя все собрали вот таким образом хлоп-хлоп ставим с цепью потому что вот цепь будет упираться вот в этот наплав то есть если вы поставите без цепи потом вы цепь не загоните будет отсюда упираться по крайней мере у меня упирается ищем шпоночный пазик вот он он у нас так выставляем примерно хлоп и пытаемся крутим 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 одеть все все дома вешаем пока цепочку так потом берем гаечку берем гаечку закручиваем ее тихонечко поставили вал одеваем звездочку таким вот образом все отделе звездочку одели звездочку ставим стопорочек не забываем вот так все отделе стопорочек ставим успокоители успокоители по-другому их никак не поставишь а а так этот вот так вот вот так все делается ручками а так все цепь натяжечка хорошая ключик вот все все у нас все работает ну вот провис цепи получается вот такой вот так проверяем все четко ничего не трещит на самом деле все вроде бы как просто поменять цепь стартера да но есть определенные нюансы первое значит ни в коем случае нельзя стучать по магниту второе а собирается звездочка вместе с магнитом это удобнее потому что там цилиндрики которые постоянно упадут и вот этот вот болтик его желательно ставить на герметик потому что если он отвалится он упадет вниз может наворотить куча злых вещей так что вот так вот желаю удачи